Мы приветствуем Элву. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Даю команду на счет риск. Сканер сканирует пространство над головой Элвы под ногами. 360 градусов вокруг нее. Тюрьмой становятся ее заложниками. Один, два, три. У меня поверх оболочка есть. Влад, разрежь эту оболочку. Она выходит полностью и отправляется в клетку тюрьмы. Готово. Хорошо. Каналы выстраиваются. Здесь рептилоид. Есть. Два Грея. Два Грея. Оболочка. Это их конструкция. Это понятно. Дальше синий дракон. Инкуб. И бес. Какой бес? Восемь. Какой у нас рептилоид? Девяносто три. Ты лабрант или военный? Я дирижер. А где твой оркестр? Он показывает на Грея. Грея. А ну, сыграйте какую-нибудь музыку. Где ваши инструменты? Есть они у вас? А их инструменты. Это энергия и вибрации, которые они запускают в эту оболочку. Какие креативные. Меняя ее. Хорошо. Будем разбираться. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Две команды тонкой копии Элвис проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Канал выстраивается также и к оболочке рептилоида и Греев. Две команды тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслефор. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Элве. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Берес, сколько ты находишься в этом биополе? Два года нахожусь. Ты в квартире тоже есть? Да, присутствую. Черт есть там? Нету чертей. Хорошо. Просто мы сегодня будем учистить еще квартиру. Сколько находится инкуб в этом биополе? Один год и восемь месяцев. Синий дракон. Какие цифры над головой? 3286. Сколько ты находишься, 3286, в этом биополе? Восемь месяцев. Какая причина подключки? Изучение, наблюдение. Где стоят твои платы? Сердце и горло. Вот так ты через сердце изучал, значит, Элву, да? Через слова и чувства. И рептилоид с Грэмми, сколько вы находитесь в этом биополе со своей конструкцией? Шесть лет. Кто мешал ей концентрироваться? Я не вижу здесь арахноида, поэтому могу предположить, что это была оболочка рептилоидов и Грэйв. Плечи, спина напрягаются, прижимают к земле. Кто это делал? Оболочка – это капкан. Это как чемодан, в котором она находится, ограничивая ее движение и разум. Оболочка покрывает ее полностью. Да. Вы тянули энергии только с нее или с клиентов тоже, с которыми она работает? Не всегда. Через нее. Иногда поступали энергии, но не всегда. Это зависело от клиентов. Их энергии. И входящихся в них сущностей. Понятно. Значит, вы установили платы в ее месте, где она работает? Нет. У вас там нет подключек? Нет. А в доме? У нас есть голограммы в доме, которые вибрируют и находятся горизонтально в определенных местах. Это мы увидим. Инкуб, к тебе вопрос. Вера, как с реверсом? Посмотри. Закончен. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Элва забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла божественная энергия. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли. До последней капли возвращает Элва себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Искеннер, дай мне полонту души Элвы на настоящий момент. 94. О, уже 6%. Криптилоис Грейм. Вы отправляли копии? Или она находится в голограмме в этой оболочке? Нет, мы не отправляем копии. Это не в наших интересах. Я бы не справился. Часть души находится в конструкции для полной синхронизации и слияния. Инкуб, к тебе вопрос. Ее раздражают разговоры, вернее, общение с ее мужем. Муж ее раздражает. Это твоя работа? Или это сущность, которая в муже сидит? Или это ваша совместная работа с той сущностью? Постоянные споры. Кто ответственный, загорается маячок на... Мы на разных берегах с другими сущностями. Хорошо. Ты на разных берегах с другими сущностями. Итак, это твоя работа с мужем. Раздражение, моя работа. Хорошо. Узнали и вторую причину. Как у нас с реверсом? Закончен. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Итак, Биос, ты два года сидела. Есть ли армия Биополия Элвы? Большие затемнения на руках и ногах. На руках понятно, это от ее работы в массажном салоне. А на ногах почему? Скопление негатива. То есть она не сбрасывает его, не умеет сбрасывать, и оно накапливается там? Еще как накапливается. Депрессия накапливается, растет снизу вверх, а я утяжеляю. Здесь, в принципе, это информация для Элвы насчет сброса негатива. Мы еще сегодня будем подходить к этой теме. Ты хочешь получить эти затемнения? Он показывает, они как большие шары на руках выглядят. Хочет. Хорошо, сначала выходи, снимай все, что ты оставил. Отключайся полностью, на месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду найти затемнение. У него как ведро в ногах, которое он пытался собирать. Утяжеляющее. Снял. Разрешай тебе забрать затемнение, забирай, ничего не оставляй. И возвращайся назад. Готово. Инкуб, выходи, снимай все, что ты оставил. Отключайся полностью, возвращайся назад. У него такие, как жгуты, которые ей больно делали, раздражали ее. Неприятно. Неприятные близости сделали. То есть я... Тинни-дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад, приступай. А, готово. Грей, что-нибудь осталось на вашей частоте и частоте рептилоида в биополе, что мы еще не вытащили? Да, и спираль. Сканер, просканируй сейчас. Это спираль. Найди ее, отключи, выведи из биополя. Это как штопор с головы вниз идет. Нормально. Как выйдет, отправляю в клетку тюрьму к этой оболочке. Готово. Больше ничего нет, Грея? Нет. Даю команду на рассинхронизацию Элвы с рептилоидом и Греем, их подключками и оболочкой, синим драконом и его платами, инкубом и бесом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. У меня из этой спирали полностью была верхняя чакра перекрыта. Ну, это уже серьезное вмешательство. Рептилоиды два Грея. Она очень тонким потоком поступала, к ней остальное шло в эту оболочку. У меня этот метод не устраивает вашей работы. Сегодня будем разбираться. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. У меня энергия хаотичная, но она чистая. Негармонизирована. Хорошо, это мы поможем. Подхожу к Элве, помогаемая энергия отстегнуть ей все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Итак, кто у нас находится в квартире, кроме беса еще? Синий дракон, ты присутствуешь в квартире? Синий дракон. Да. В квартире не присутствует, но у синего дракона есть платы в массажном кабинете. Хорошо, синий дракон, я тебе сейчас открою портал в массажный кабинет. Снимай все свои платы. Я прихожу, проверяю и отпускаю тебя в первый раз на твою чистоту. Все понятно? Все понятно. Открывается портал в массажный кабинет Элве-1-2-3, и синий дракон уходит в этот портал. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Бес, тебя я отправляю сейчас в квартиру. Собирай все, что ты там оставил. Покажешь мне еще порталы, я потом тебе соберу в дорогу негатив, когда буду чистить квартиру. Все понятно? Да, понятно. Открывается портал в квартиру 1-2-3, в квартиру Элве, и без уходит в этот портал. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Инкуб, ты больше не приходишь в это биополе. Тебе понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирай, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. У нас остался рептилоид, дирижеры, два Грея. Я прошу Ли выйти со мной на связь. У них голограммы в квартире. У них еще голограмма в квартире стоит. Понятно. Ли на связи. Приветствую тебя. У меня здесь рептилоид, 93-й, называет себя дирижером. Его оркестр 2 Грея. 6 лет находились в биополе. Оболочку поставили. Штопор вставили ей в верхнюю чакру, в коронную. Так что туда вообще только тоненькая струйка энергии поступала. Посмотри, пожалуйста, на это. У них там еще находится подключка в доме. Но я думаю, я сам смогу эту голограмму оттуда убрать или что там стоит. А у таких будут не платы, а вертикальные голограммы. Да, он говорил о такой вертикальной. Электромагнитными полями. Очень трудно находиться в таком помещении. Но мы же сможем их сами убрать. Сможете. Отлично. Значит, можешь забирать их. Мы забираем рептилоиды, ГРФ и подключки. Благодарю тебя. Оболочку и штопор. Хорошо. Всех забрали. Клетка пустая, Вера. Да. Хорошо. Поехали по частотам. Да. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Она расставила руки в сторону, и у нее вибрирует все тело. И идет информация, что это первая и самая главная защита. Место, где она знает. То есть не место, а канал, откуда получать энергии. Потому что при своей работе она их отдает. Ей всегда нужно пополняться энергиями, поднимать вибрации и обязательно гармонизировать. Готово. А также выставлять себе защиту Меркаба, активировать ее изнутри. И верить в нее. Благодарим за эту информацию. Хорошо, Элва, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую. Внутренне наполненной, сияющей, защищенной. Вот так вот нужно себя заправлять энергиями, ставить Меркабу. И после этого приступать уже к работе. Тогда вы будете защищены и наполните себя энергией. Не будете ее терять в любом случае. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok